Красивый храм, да, действительно. Кстати. 13 лет строился, говорят. Про этот храм. Да, вот я слышал, что 13 лет его делали, говорят, очень не могли долго закончить. Я сама лично, нас заставляли на работе покупать лотерейные билеты. Здрасте. А сколько вообще менюшку? Можно посмотреть? Что почем? Как вам парк вообще? Что здесь нравится, что не нравится? Есть плюсы и минусы? Есть плюсы. Можно это хоть и помылить. Да, да, да. Чисто развлечений хватает для детей, да, именно? Очень классно ездить, потому что тут ровный асфальт. А тут нет машинки. А, детская железная дорога? Да, вот так. А, где он? Там, кстати, можно прокатиться на нем сейчас? Здесь, ребята, вот отличие этого парка, вот я ни в одном парке еще не видел, что была такая вот железная дорога. Это детская железная дорога, и можно купить билетик и прокатиться. И как нам сказали, то, что машинист обслуживает этот поезд, и также проводница, дежурный по станции, всегда дети. Ну вот, не знаю, насколько это правда, я бы в своем детстве хотел бы на таком паровозике покататься. Девушка, скажите пару слов про город. Да, я очень люблю свой город, потому что он маленький и уютный. А какие-то спримечательности его посоветовать таким людям, как мы приехали первый раз? Всем привет, друзья. Здравствуйте. Узнал. Да? Да. Вы знакомы? Вот сирота бессонный. Я его подкармливала в свое время, когда здесь, ну, много-много лет назад здесь работала. Вот. И я подошла, говорю, ты меня узнаешь? Он говорит, Юля. Да, да, я слышал, слышал. Только что такая интересная встреча такая неожиданная. Много лет прошло, я его не видела. Друзья, всем привет. В общем-то, скажем так, что мы находимся сегодня в Лисках. В Лисках. Ну, сейчас... Наблюдаем сейчас вот здесь вот паровоз, наверное, одна из достопримечательностей этого города. А сейчас подойдем к нему поближе и там заснимем, да? Да. Чем известно это место, я помню в свое время, мы когда ехали на юг, мы всегда здесь останавливались. Ну, плохая слышимость. Отсюда до Москвы недалеко, где-то 600 километров. Вечером на поезде если сесть, то утром уже можно быть в столице, в Москве. Средняя цена за билет где-то 1000-1500. До Воронежа ехать где-то 107 километров по железной дороге. Также билет при нем, наверное, обойдется рублей 200. Ну вот, ребята, все, мы сейчас находимся в вокзале Лиски. Лешков у нас будет путеводитель. Дискурсовет. Все рассказывает и показывает. Пойдем. Да, кстати, все изменилось в лучшую сторону, но он сам по себе мне всегда нравился вокзал наш для такого городка. Ну вот здесь кафешку поставили. Да, 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 я заметил. Тайм кофе. Можно кофе попить. Ну пойдем. Ну пойдем, все, мы уходим отсюда сейчас по-быстрому. Пройдемся по городу. Так проездом я был, в принципе, очень часто в этих местах. Но именно проездом. Но никогда даже сюда в вокзал не заходил. Южное направление Сочи, Геленджик. Вот, обычно всегда поезда все останавливаются здесь. И вот так вот выходим мы из этого вокзала. Открывается вот такой прекрасный вид у нас. Это ангел какой-то, белый ангел. Ангел-хранитель. Ангел-хранитель, да? Да. И там, наверное, снизу библейские сюжеты. В общем-то, находимся на привокзальной площади города Лисок. На заднем фоне у меня видно паровоз. Причем это настоящий паровоз, который 1938 года. Грузовой такой паровоз. Сюда был поставлен как бы. Подведены вот эти вот рельсовые пути. И вот он здесь установлен как памятник теперь. Теперь, да? Феликс как-то Дзержинский, по-моему, этот паровоз называется. Вот. Сразу скажу, что Лиски – это железнодорожный узел. Здесь очень многое связано с железнодорожниками. Есть даже техникум. Вообще, я этот город очень люблю. Потому что каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу какие-то колоссальные изменения. Город разрастается с неимоверной скоростью. Здесь всегда очень чистенько, уютно. И если его рассматривать с точки зрения переезда, он очень подойдет тем людям, которые хотят выращивать какие-то сельскохозяйственные культуры, иметь свой огородик. Сейчас пройдемся по городу. Потому что здесь нереальная атмосфера. Сами в этом убедитесь. Город и плодородный, да, здесь чернозем. И такой компактный, уютненький. И он так разрастается очень быстро. Вот этого не было. Допустим, здание торгового центра. Я так понимаю, рядом это уже гостиница или дом какой-то возвели. Ну, в общем, сейчас пройдемся по самым главным достопримечательностям города Лиски. И вам все покажет. Так что ставьте сразу лайки, пишите комментарии, кто с этого города. Очень будет интересно, может быть, что-то добавить. Ребята, о чем неизвестен этот город? Потому что это небольшой городок, в принципе, в Воронежской области располагается. Где-то недалеко находится еще также река Дон. Он прямо на реке Дон расположен город. Да, и вот здесь, вот смотрите, вот стела, да, вот из библейских, наверное, вот всяких эпизодов библейских, вот видно из Евангелия, да, вот это вот все тут сделано. Такая стела, ангелы наверху. Вечером, я думаю, тут еще оригинальная подсветочка все будет. Да, вечером подсветка, и стелу эту, она освящена в 98-м году. Она прямо указывает на храм Владимирской иконы Божьей Матери. А вот здесь еще, я смотрю, автовокзалы. Очень удобно, сразу автовокзал, то есть вы можете уехать в пригородные села какие-то, там, где... Кстати, еще хотел добавить, какое-то долгое время Юля здесь тоже жива, по-моему, несколько лет, да? Ну, я здесь родилась. Ты даже здесь родилась, но не совсем здесь, где-то недалеко. Я здесь. Здесь именно, да? А, вот оно что. Поэтому она про город знаю, это лучшее, естественно, у меня. Я думаю, она побольше даст информацию. Торгового центра, Юля, говорит, раньше не было, да? Нет. Это недавно, видать, построили. Ну, может быть, вот... Ну, несколько лет, наверное, может, два-три, кто знает, точно, напишите. Ну, прям так уютненько стало вообще. Кафешечка какая-то летняя, можно приятно посидеть, я думаю, атмосферное такое местечко, особенно, когда жары нету. Сегодня жары как раз нету, с погодой нам не очень повезло. Ветерок дует, так что... Ветер, и поэтому, возможно, микрофонный звук будет немножко пропадать периодически. И мы немножко уставшие, так что, наверное, прощайте на нас внимание. Друзья, и вот, в общем-то, подходим в такое прекрасное место, собор. На солнце оно так блестит, так красиво, это прям сразу, как вы ходите с вокзала, это бросается очень сильно в глаза. Началось строительство этого храма, короче, 2003-м казаном. Этот храм построен на пожертвование, да, но процесс затянулся аж, что-то где-то, говорят, примерно на 13 лет. Сейчас подойдем поближе к нему. Ребята, заходим сейчас на территорию этого храма. Смотри, а здесь, по-моему, какие-то персики или что это? Нет, это женщина. Да? О, я думаю, тут раздача при входе всем. Красивый храм, да, действительно. Кстати. 13 лет строился, говорят. Про этот храм. Да, вот я слышал, то, что 13 лет его делали, говорят, очень не могли долго закончить. Я сама лично, нас заставляли на работе покупать лотерейные билеты. Насколько вот не изменяет память, это где-то, может быть, был 2003-2004 год. Так что, если кто знает точную информацию, напишите, прям интересно, права я или нет. Ну, начало строительства, по-моему, в 2003 году. Ну, я сама лично покупала эти лотерейные билеты. Там у нас даже некоторые что-то выигрывали, какие-то чайники. Вот, ну, очень красиво. Ты здесь ни разу не была? Я не подходила сюда. Знаешь, какая предоставляется возможность побывать в родных местах, где Юляшка родилась, да еще такое божественное место. КОНЕЦ КОНЕЦ Скорее всего, администрация этого города, но это я предполагаю так. Напишите в комментариях, если не так. Вот еще, примечательно, возле храма, прям вот рядышком за забором, прям уже даже вот абрикосы даже растут. Я, кстати, могу даже попробовать, Юляшка, попробуй сейчас. С тыбрем, абрикосик. Да ты что, серьезно? Да. Вот, ну, хотя бы попробуй. Вот, этим лиски и славятся, я люблю здесь. Все растет. Все-таки экзотика уже, прям вот, она, видно, что город южный, да? Ну, есть и абрикосы, и я думаю, и арбузы растут на Союзе. Конечно, да, продают их в другие регионы, так что многие отсюда едут арбузы. А говорят, что это астраханские, а на самом деле арбузы их выращивают. Прям вот рядышком с храмом, вот сейчас подхожу к этому месту, здесь вот установлен такой танк, памятник мемориальный, да, комплекс ребятам, что воевали в Афганистане. Такой вот эпизод, наверное, военного времени, там вот видно, что здесь бомбят, все такое. Танк. Ребят, находимся на Комистинистической улице, скажи еще дальше. Да, эта улица самая главная в городе Лиске, по ней в основном можно дойти пешком. Вот, а вот этого вот торгового центра раньше не было, я в шоке, конечно. Вообще и ДНС, и пятерочка, и порядок, все для дома, вон, и хмельная миля. Ну, в общем, растет, развивается. Да, мне подрадовала вот эта вот остановка особенно, вот эта нет таблички, возле пешеходного перехода. Я бы ни за что не подумал, что здесь автобус может останавливаться. А оказывается, здесь автобусный остановок, но местные знают. А вот налоговая служба. Федеральная налоговая служба, да. Прикольно, по-своему. Дальше смотрим, едем по городу. Какие здесь районы самые полученные? Интернат. Да? Так остановка называется? Да, мне очень нравится район Интерната. Мне кажется, это вот прям для такого спокойного, размеренного, размеренной жизни. Но кто-то выбирает несахарный завод, именно где частные дома. Что говори, потому что... А еще есть долина нищих. Ну, у нас там богатые живут, да. А, типа Рублевки? Четок низко опустил. Рублевка, московская Рублевка. А вот она и автобус, собственно, Интернат. Можно подумать, что мы едем в Интернат. Едем, короче, друзья, по городу. В таких вот автобусах, которые у нас когда-то тоже ходили, ну, лет, наверное, 10 назад. Базик. Едем по городу. Здесь вот такие домики попадаются. Трех-четырех-двухэтажные домики разные. Вот. Типа центральные, видите? Нет, это район сахарного завода. Район сахарного завода. По-моему. Слушай, а город когда вообще появился? В каком-то году, да? Ну, уже всего 7-7-7-7-7-6 лет с тобой с городом были. Ну, его-то времена были. А-а. Был вот раньше Георгий Удош. Так? Георгий Удош. Георгий Удош? Еще раз. Георгий Удош. А, ну вот так. Понятно. То есть, сколько я не видел? Три с половиной года? Ну, где-то так. Контрольная закупка. Ты сможешь? Контрольная закупка. Тебе там ничего не выпало? Меня? Открылся опять. Да ладно, ладно. Здравствуйте, здравствуйте. 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 На месте все? Да, на месте даже потолстела. Да ладно. О, маска всего 15 рублей. Кстати, маска всего 15 рублей. У вас дешевле гораздо, чем у нас. Здравствуйте. Меня Андрей зовут. Я уже понял. Ну, это как его. Мы... Ой. Мы приехали, чтобы победить. Немножко устали, да? Да, мотаемся. У нас голубые. Еще ветер вот этот, я не знаю. А? Ничего не случилось. Мы просто... Мы себя снимаем. Просто для всего этого, какие цены места показали? Пирожок с капустой у нас 24 рублей всего лишь. Это просто шикарно. Нам такие бы цены... Нам бы такие цены в Москве бы, да. Такие цены вообще маленькие. Я просто удивляюсь. Для нас это, конечно, шок. Не, на полном среде. У нас там минимум 40-50. Пообщались с женщиной, но она постеснялась говорить это на камеру. Она говорит, я спросил, минусы есть? Она говорит, а где этих минусов нет? Минусы есть везде. У вас их в Москве, говорит, нету? Ну, конечно же, в Москве выше крыши. Люди, наверное, испугались камеры. Она сразу как-то отреагировала. А что вы делаете? Ты заметила? Здесь пройти не так-то просто. На самом деле, движение. И пешеходного перехода он есть, но он далеко. Ну да, такие губники пятиэтажки, кстати, вот здесь попадаются даже по вышпам. Это гормозавод. Гормозавод. Вот, это район гормозавода. Вот сейчас что-то сдвижнем, и мы обратно, что мы поедем направо, и далеко мы там увидим. Две основные районы, районы поликлиника еще заедут. А, новую поликлинику заедем. Да, увидим. Но не хватит. Короче, все проверили. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Вот так, это люди доброжелательные нам помогают. Даже мы не просили. Собственно, просто услышал разговор, что мы здесь все-таки пытаемся найти. Я бы поняла, что я вспоминаю. Да, да, да. Ностальгия у являшки. Магите местам, все как-никак не пути. Вылезли, вышли только из автобуса, вылезли. Там Ледовый дворец дальше будет. Вот, приехали мы на... На первом автобусе приехали, да? Не самый лучший... Не самый лучший марш... Парк вообще занимает огромную территорию, да? Сколько он примерно? 16 гектаров, насколько я вот недавно читал где-то. Ну, видно, что инфраструктура здесь есть местами очень даже хорошая. Так, заборчик такой цивильный вроде сделан. Ну, может быть, конечно, не московский парк, какой-нибудь там, типа парка Горького, там, да? Или Сокольники. Ну, по-своему, я думаю, сейчас посмотрим, да? Заценим. Зелено, да? Тут интересно, абрикосы есть? Наверное. Заходим. Главное, центральные ворота. Вот здесь вот, да, центральные получается? И здесь вот сказочный персонаж, как Шапокляк, вот я вижу из бультфильма. Какие-то тут львенки, там, вот, циркач какой-то там, ну, так интересно сделано. Циркачка Гена. Она опорная, водонабровая, водонабровая, как правильно, снабжала, короче, город, я так понимаю, водой. Фонтанчик работает, летний кафе, деревяшка. Работает с 12 до 0, без перерыва и выходных. В 2006 году этот парк был признан один из лучших. Я очень люблю этот парк. Ага. Вот, давно здесь. Ну, у тебя ностальгия с этим местом все-таки, да? Когда я была, вот этого уже здесь не было еще. Еще не было, да? Да, сделали. В свое время парк был награжден, и был награжден множеством разных премий. Здесь можно себя ощутить в парке юрского периода. Вот такие вот здесь громадные динозавры, не знаю, в реальный рост или приблизительно, ну, где-то метров, наверное, 8-10. Действительно, в другом веке, несколько тысячелетий назад, вот такие выходили громадины. Также тут можно увидеть тиродактали, вот тут он как бы на башне вот такой, да, находится. Еще рядышком, еще один-второй находится, тоже очень. Так, ну, идем дальше по этому парку. И я так смотрю, тут какие-то есть наверняка аттракционы, да, я думаю? Да, есть небольшие карусельки, для детей очень много, тир есть, кафешечки. Но сейчас видно... Я смотрю, что-то ничего не работает, странно. Может быть, это все коронавирус еще не отпускает до сих пор город? Какая-то, ага. Вот здесь, скорее всего, может, кафешечка была или... Скорее всего, да. А, ну, ребята, когда все работает, я думаю, здесь развлечений не хватает. Вот здесь даже, смотрю, караоке есть. Но сейчас что-то как-то смотрю, как будто затишье какое-то. То ли как будто он не полна цены открыт. Можем спросить, конечно, у сотрудников, которые здесь работают. Ну, велики даже... А, на прокат, да, даются. Смотри, сцену сделали, раньше не было. Да? Какие-то, наверное, какие-то проходят торжественные мероприятия, наверное, типа в городе, здесь, да. Мотоцикл, нифига, маленький, но он и ездит. Смотрите. Нифига себе, он еще и едет на бензине. Здесь у нас снайпер выиграет приз. Здрасте. А у вас вообще аттракционы вообще не все работают, я смотрю, да, в этом парке? Конечно, аттракционы нигде не работают. А, у вас еще как бы карантин, да, до сих пор? Не отпускает. Понятно. Не, в Москве уже все отпустило. Только остались вот такие вот, да, вот, мероприятия. Сколько стоит аттракционы? Сто рублей, десять выстрелов. Сто рублей, десять? Десять выстрелов? Может, сыграю, я попробую. Интересно. Мы этого не успеем. Не успеем, да? Это просто для репортажа с ними пролез. Движения не хватает. Велосипеды. А, ребята, а сколько стоит велосипед на воевоспеде прокатиться? Сто рублей час. Сто рублей час. По парку или вообще где угодно? А, в залог 500 рублей. Да, нет. Сто рублей час, это вы можете идти в водокатацию и оформить по паспорту. А, по паспорту. 500 рублей и покататься в сутки. Оформляйте, в смысле, паспорт за лук оставлять? Нет, ну, в паспорте не оставляйте, а просто паспортные данные. А, просто паспортные данные. Все. Понял, спасибо большое. Хорошего дня. Так, друзья, ну, конечно, здесь кафешки сейчас закрыты. Ну, не все, кстати, здесь вот открыты. Пойдем посмотрим. Здрасте. У вас тут так вот хорошо сидеть, да? А сколько вообще менюшку можно посмотреть? Что, почем? Ага. Салаты, салаты. А вот попить кофеечку, допустим. Это где-то последнее, да, наверное? Чай, подвык, три в окно. Покетик. А такого нету, ну, зернового? Нет. Нет такого, да? Все ясно. Как вам парк вообще? Что здесь нравится, что не нравится? Есть плюсы и минусы? Есть плюсы. Можно это хоть и погулять. Да, да, да. Чисто развлечений хватает для детей, да, именно? Да. А что именно вот вам самим очень нравится здесь? Моя работа. Да? Это очень радует, когда человеку нравится любимое дело. О, у вас так прикольно, соломенная крыша что-то. Вообще здорово. А когда полностью парк откроют, извините, перебью еще? Не в курсе? Вообще не в курсе, пока карантин не закончился еще. Да странно, а вот уже в Воронеже, по-моему, отпустила. И где еще-то? В Москве мы были там вроде, как бы везде парки, все развлечения работают. У нас тут не разрешают, мы отработаем сами в масках, без маски не поштрафуют. Намного? У меняйте, шеф на штрафу, а потом нам не сдадут. Понятно. Ну, в Москве, кстати, тоже был официально объявлен штраф, если едешь без маски и перчаток, то 5000 штрафов, если нарвешься, если остановят. Но 90% этого не соблюдают. Так что сейчас уже, хотя я не видел ни одного человека, чтобы останавливать полицию, и прямо штрафовали. Может, мне так просто везло. Ладненько, хорошего дня, спасибо, пойдем дальше, а то мы опаздываем. Инфраструктура какая-то, вот я смотрю, вот этих каруселей уже убитая такая. Ну, мне кажется, они, скорее всего, уже даже не работают, если даже когда их включают, но они немножечко опасно выглядят, на первый взгляд. Напишите в комментариях, кто катался. Это веселые горки. Я помню, когда я был маленький, в 86-м году или в 87-м, мы тоже катались на таких. Все это, естественно, убрали. Сейчас у нас идет полная реставрация парка. По-своему, мне что-то нравится, здесь зелени много. Тенечек можно найти. Ага. Тридевятая что-то такое. С царства. Это, наверное, фильм ужасов там какой-то, да? Комнатов. А? Ну да, есть немного. А канал называйте. Следуй за нами, путешествуй с нами. Сас хотите? Ну, подписывайтесь. Да, да, вот. А вот еще, знаешь, как, чтобы тебе оповещение приходило, тут еще как-то делается, ну, приписаться. Колокольчик, надо колокольчик нажать. Тут нет машин. Тут можно покататься. Спокойно, да, без всяких вот этих, никто не опасается, а то кто-нибудь собьет, что-нибудь сделает. Правда, железная дорога у нас. Да? Ну, а железка далеко. А еще какие-то... Тут есть рядом. Рядышком, да? А, детская железная дорога. Да, вот так. А, где он там, кстати, можно прокатиться на нем сейчас, нет? Ну, сейчас, наверное, и нет. Спасибо, ребят, давайте. Все, хорошего дня вам. Отдыхайте. До свидания. Спасибо. У вас тоже хорошего дня. Ставьте миллиону подписчику больше. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. И, кстати, еще не видел, что была такая вот железная дорога. Это детская железная дорога. Стоит также отметить, что такая железная дорога, детская, это не просто тупой паровозик, там, допустим, который ездит по кругу, там, 50 метров. Это целая железная дорога, где-то в длину полтора километра. И можно купить билетик и прокатиться на нем. Так, все, я камеру тут оставил, не могу теперь отсюда забрать. А, ну вот, это как бы сделан такой мини-вокзальчик здесь. Страна железных дорог. Юго-восточная железная дорога. Детская железная дорога. Вокзал Задоренко. Всякие предупреждающие знаки. Туда вовнутрь, к сожалению, нельзя зайти. Все закрыто. Ну да, вот здесь вот как бы жираф. Друзья, все закрыто, поэтому я так покажу вкратце, как бы, да, сверху, как это выглядит, примерно вот так. Вот такое-то вот можно совершить увлекательное путешествие на этом поезде и детям, и почувствовать себя взрослыми. Ну, конечно, вы далеко не уедете на этом паровозе 2 километра, но, тем не менее, я считаю, что это очень увлекательно и забавно будет, да, проехаться по зеленой зоне в лесопарковой, и так вот, наверное, на небольшой скорости чувствую себя настоящими взрослыми дядями и тетями. Я бы в своем детстве хотел бы на таком паровозике покататься. Ну, а здесь, ребята, вот разные версии, как называется город Лиски, как мы его назвали, и это, возможно, вот Лиски, да, вот даже вот здесь на часах обозначено, вот здесь лисичка сидит на часах, да, на лисичку похожа. А вот это что такое? Всадники такие. Также здесь вот мы проходим мимо каравана верблюдов, какие-то бедуины на них вот сидят. Вот. А почему дело-то? Вот такие вот корабли пустыни. Автор этих работ Сергей Сухов, это местный человек, работник. Может быть, он еще до сих пор продолжает работать в этом парке. Короче, здесь чего только нету. И жирафы, и гигантская пчела, и какие-то утки. В общем-то, по парку можно пройтись и много всего интересного увидеть. Вот у нас участковый пункт полиции. Друзья, вот и зашли прямо напротив этого парка. Вот такой небольшой скверик, правда, ветер сильный, да? Еще бы дождик не накрыл нас. Люди тоже неизвестно. В Воронеже мне понравились именно люди. Ленин. Да, Ленин, партия комсомол, но это, наверное, в каждом, так или иначе, в коммунистическом городе, переживший советскую эпоху. В 65-м году город Лиски переименовывался. С чем это связано? В Румынине умер деятель местной коммунистической партии Георгий Георгию Дэш. Ну, вряд ли он кому-то, вряд ли он когда-то был вообще в Воронежской области. И, в общем-то, по советской традиции, в честь него решили переименовать город. И Лиски стал называться Георгию Дэш. Ну вот, и в очередной раз название Лиски было возвращено городу только в 91-м году. Ну, туда ниже, ты говоришь, озеро Богатое, да, находится? Да, там находятся новостройки, новая набережная. Не знаю, получится или нет, по времени не успеваем. Вот, посмотреть. Очень красивая, прям как на курорте сделали. Так, прям обугостроенная такая, да? Да. Прикольно. Тоже вот, кстати, по спереди, там прям очень много новостроек. Город прям, ну, там разрастается. Там прям по-другому город выглядит. На новостройке-то, Миш, это высокие дома? Ну, я, по-моему, пятиэтажки, но они новостройки. Сделаны такие, типа, танхаусов, наверное, такие современные уже, да? Да не особо, но... А вот здесь какой-то тоже памятник, это к чему интересно? Вот этого я не... Не помнишь? Ага. Даже не знаю, что он будет. Становлен ликвидатором Чернобыльской аварии. О, видать, тоже люди. Лискинцы. Лискинцы, как вас правильно называются? Очень печально. А здесь, ребята, вот еще аллея имени 80-летия БАВК СМ. Девушка, скажите пару слов про город. Как вам нравится вообще город Лискин? Да, я очень люблю свой город, потому что он маленький и уютный. Да? А вы с рождения здесь, да, получается? Практически. А какие-то примечательства посоветовать таким людям, как вот мы приехали первый раз? Ну, самое сердце города, это, конечно же, площадь. Вы там были? Площадь, это возле РЖД вокзала? Вам нужно пройти сейчас до Перекрестка, потом налево и до самой площади. Там есть, это провод. Нет, где РЖД вокзал, это другая площадь привокзальная, она не настолько стара, красивая и знаменитая. Но та площадь, о которой я говорю, это историческое место. Историческое место? Да. Понятно. А с какого города вообще основа? В каком году? Ну, на самом деле город изменил много названий, и когда именно он родился, я не знаю. Но на протяжении всего прошлого столетия город существовал. Ага. До 1991 года город назвался Георгию Дэш, а после уже Лиски. Понятно, спасибо большое. А почему Лиски назвали? Потому что Лисы или Лиса вокруг? Здесь несколько версий. Несколько? Ага. Первая, потому что здесь в Никита вокруг располагается Лисая гора. Ну и вторая, да, вы правы, это потому что у нас здесь обитают лисы, и символом города является Лиса. Отлично, спасибо большое, хорошего дня вам. А вы сами из какого? Ай, друзья, и опять мы вернулись с того места, откуда мы, собственно, начали наше маленькое путешествие по этому городу. Всего за два часа, конечно, не покажешь. Но, тем не менее, я свое сложил, как бы, такое небольшое мнение об этом городе. Интересный городишко. Я бы тут хотел пожить несколько дней, допустим, считай. Еще съедите Демногорию. И получилось бы такое полноценное впечатление. Да, Демногория, это, кстати, одно из самых мест, которые там водятся, я слышал даже гадюки, змеи, а я люблю этих змей ловить. И я бы даже поймал бы, и получился бы уникальный контент. В свое время в Астраханской области жил, кстати, и мы пацанами их ловили, помню, гадюк даже, помню, надавливали, короче говоря, возле головы. Такое местечко там, да, есть, и можно посмотреть даже, когда яд вытекает. Но это, правда, очень опасно, никому не рекомендую это делать, не повторяйте. Но нужно иметь на ровках тренировка. В общем-то, что я могу сказать? Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Да, ставьте лайки. И до скорых встреч. Надеюсь, будет еще что-то у нас с Воронежской области. Да, скорее всего, в деревне. Твоя деревня. Вот она, моя деревня.